В 1986 году весь мир всколыхнула чернобельская трагедия, последствия которой унесли тысячи жизней. Мы решили отправиться в зону отчуждения и своими глазами взглянуть на застывшие во времени места. Попасть туда не так просто. Охраняемая территория обнесена колючей проволокой, а на блокпостах стоят вооруженные военные, которые запретили себя снимать. Проехав несколько километров, мы попадаем в город Чернобыль, в котором ночуют работники зоны отчуждения, но это далеко не самое опасное место, которое мы посетим. Вопреки представлениям многих из вас, данный город был максимально очищен от радиации, но жители сюда так и не вернулись. Только кошка Маруся не боится радиации. Всего из Чернобыльской зоны было эвакуировано около 135 тысяч человек. Каждая табличка на этой аллее обозначает населенный пункт, с которого исчезли люди. Мы зашли в один из заброшенных домов у дороги. Он был открыт, но многие вещи остались. На столе лежало письмо, датированное 1987 годом, в котором все еще можно было разобрать текст. Дальше нас ждала дорога в Припять, на пути в которую мы подошли к водоему, где было очень много рыбы. Они были достаточно большими и, никого не боясь, плавали на поверхности. Недалеко от этого места стоит огромный танк ИСУ-152. Во время ликвидации последствий взрыва его, вероятно, использовали в виде тягача для передвижения тяжелых предметов. Только посмотрите, какая толстая броня. Вот его вид изнутри. В этом кресле сидел водитель, и весь его обзор ограничивался этим окошком. Вокруг танка было много различного мусора, к которому мы не решились подходить из-за опасения радиации. В зоне надо быть очень осторожными. Посмотрите, сколько показывает дозиметр возле этой, казалось бы, безобидной трубы, в то время, когда норма это 0,2 пункта. Итак, мы вошли в Припять. Ощущения просто непередаваемы. Время будто застыло в Советском Союзе. Вокруг вас множество зданий, куда можно войти и увидеть быт людей того времени. Раньше вместо мобильных телефонов люди звонили из вот таких будок. Внешне здания похожи на те, которые стоят у вас в городе. Все подъезды открыты и вы можете попасть в любую квартиру. Временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, выключить электрические и газовые приборы. Но их двора превратились в необитаемые джунгли. Асфальтные дорожки покрылись землей, а все остальное поросло деревьями. Вот детская песочница, а за ней качеля. А тут детская горка, через которую растет дерево. А ведь на ней когда-то катались дети. Атомная электростанция вырабатывала огромное количество теплой воды. И чтобы не терять ее напрасно, вода разводилась по домам и отапливала квартиры зимой. Видимо, это один из распределителей отопления. Надеемся, этот замок не радиоактивен. Повесим его на свое место. Власти еще долго молчали после взрыва, в то время как люди гуляли по улице и принимали на себя огромные дозы радиации. Дальше мы направились к школе. Во дворе стоял столик с кинопроектором. Само здание школы аварийное и частично завалилось. Но мы рискнули зайти, чтобы сделать для вас несколько кадров. Это коридор. На стенах мы видим советские вывески. А на полу множество противогазов. Вон там была раздевалка. Достаточно жуткое место. Это, видимо, небольшая школьная лаборатория. Время поджимало и мы пошли дальше, попутно заглянув в школьную теплицу. По улице Дружбы Народов мы увидели здание с надписью «Здоровье народу». Это была медсанчасть, одно из ключевых зданий. Ведь сюда в первую очередь привозили всех раненых и зараженных ликвидаторов. Зал ожидания уже наводил жуть. В кабинетах множество разбросанных бланков. Операционные с хирургическим столом и брошенными жидкостями. Здесь, видимо, перевязочная комната. Остались бинты и простыни. Кажется, мало кто из побывавших здесь в первые часы ликвидаторов остались в живых. Пожарников сгоняли в подвал помещения, где они оставляли свои зараженные костюмы. Которые и до сих пор находятся там внизу и излучают огромное количество радиации. Даже не верится, что в этих кроватках лежали новорожденные дети. Дальше мы выдвинулись в парк развлечений. По пути мы встретили настенный рисунок, который подчеркивал тот факт, что сейчас здесь властвует природа. И ночью у Припять приходит множество диких животных. В парке расположены различные аттракционы. Вероятно, многие из вас помнят в своих городах вот такие машинки, которые питались электричеством, касаясь антенной к натянутой наверху сетке. В одной из машинок мы решили оставить частичку нашего канала. Возможно, кто-то из вас найдет. Дети веселились, катаясь на небольших каруселях и качелях-лодочках. Главной же достопримечательностью парка является большое колесо обозрения. Говорят, что на нем так никто и не успел покататься. Друзья, так как материала очень много, ждите вторую часть видео с Чернобыльской зоны, где мы покажем вам еще более интересные и необычные места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова